Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Последние дни отец артиста тяжело болел и лежал в медицинском учреждении. Сегодня Вячеслав Мясников сообщил публике, что его отца не стало. Незадолго до трагедии звезда уральских пельменей рассказывал о борьбе его родителей с коронавирусом. Мясников поделился в личном блоге архивными фото с отцом и посвятил родителю несколько слов. Папа, сегодня в больнице не стало моего отца. Как же это тяжело. Дорогой мой, как ты? Отметил 41-летний шоумен. Подписчики Вячеслава выражают ему слова соболезнования в связи со страшной потерей и желают сил пережить это горе. Примите наши соболезнования, держитесь. Как страшно терять родных, но от этого никто не застрахован. Сил вам, Вячеслав. Вячеслав, мои соболезнования. Папа всегда в сердце останется. Крепитесь. Славочка, это очень тяжело. Не передать словами. Но надо жить дальше, подчеркнули пользователи сети. Еще несколько дней назад артист рассказал своей аудитории, что его родители боролись с ковидом. Тогда состояние обоих не вызывало серьезных опасений у врачей. Друзья мои, я рассказываю всем, кому интересно, о родителях, которые заболели коронавирусом и лежат в больнице города Урай. Слава богу, состояние стабилизировалось. Помощь, оказывается, делает все, что нужно. Делился он. Напомним, получив высшее образование, Вячеслав не стал работать по специальности инженер-механика, а продолжил заниматься творческой деятельностью. Участием в концертных выступлениях, гастролях, телепередачах, в создании новых шуточных номеров и музыкальных композиций. Вначале, как и другим пельмешкам, приходилось терпеть безденежье. Но со временем ситуация изменилась к лучшему. С 2009 года вместе с коллегами Соколовым, Нитеевским, Брекоткиным, Рожковым, он начал регулярно появляться на канале СТС в юмористическом самобытном шоу «Уральские пельмени» и радовать зрителей искрометным добрым юмором. В 2011 году на телеэкраны вышел скетчком «Нереальная история», где ему досталась роль царя Петра I, пытавшегося внедрить в России иностранные нововведения. Спустя год поклонники артиста могли увидеть его в скетч-шоу «Валера Ти Ви». Он сыграл вокалиста группы «Актуальные гитары Макса». В 2013 году в телепередачах «Женское счастье», «Муж хитеры». Он участвовал также в передачах «Шоу Ньюз», «Пока все дома», «Большая разница», присутствовал на грандиозном концерте в Кремлевском дворце в честь 20-летия родной команды. За годы работы на его счету было более сотни песен, написанных в юмористическом ключе и множество командных наград в различных турнирах. Но кроме этого у него появилось немало музыкальных задумок, не вписывающихся в формат их выступлений. Поэтому он решил параллельно заняться сольным творчеством, которое назвал в интервью своим хобби. В 2017 году музыкант представил публике свои новые творения «Папа, побудь со мной» и «Лего у Олега». Также он снялся в комедии «Везучий случай», повествующей о приятелях, которым ужасно повезло. Они выиграли в лотерею кучу денег, после чего решили сбежать от своих жен. В сентябре того же года он в качестве креативного продюсера запустил на канале «Россия-1» собственный проект «Веселый вечер». Вместе с коллегами Андреем Рожковым и Юлией Михайловской он представил оригинальный шоу-праздник. Юмористические и музыкальные номера в исполнении звезд отечественного шоу-бизнеса Юлия Ковальчук, Анны Семенович, Александра Пескова и другие. Юлия Ковальчук, Анны Семенович, Александра Пескова и Юлия Ковальчук, Анны Семенович, Александра Пескова и другие.